Дорогие телезрители, здравствуйте! С вами телепрограмма «Про коучинг» — лидер, мотивация, результаты. Ее ведет Яна Блаквалдер и мой партнер Андрей Балачехин. Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас сегодня в гостях Макс Кушнер, банкир «Кредит Свис» и основатель проекта «Ливинг Вега». Максим Кушнер — инвестбанкир из «Кредит Свис», совладелец йога-студии «НВМ Йога» и основатель проекта «Ливинг Вега». Учился в Бостоне, окончил ТАФС университет с отличием. В 1999 году начал карьеру финансиста-аналитиком «Кредит Свис» в Нью-Йорке. Закончив программу «Аналитика», перешел в крупный фонд прямых инвестиций «Си-Ви-Си». В 2004 году переехал в Россию и стал одним из основателей департамента прямых инвестиций «Ренессанс Капитал». В 2008 году возобновил работу в «Кредит Свис». В настоящий момент Максим занимается развитием направления структурного финансирования в «Кредит Свис», а также развитием собственного проекта «Ливинг Вега», цель которого — популяризировать идею осознанного образа жизни в России. Спасибо тебе огромное, что пришел сегодня к нам в студию и согласился поделиться с нами информацией, вообще историей такого интересного проекта, как «Ливинг Вега». Спасибо. Очень приятно, что позвали, пригласили. Безусловно. Как ты знаешь, наша телепрограмма о лидерах, о мотивации, о результатах. И мне было очень интересно, и нам было очень интересно пригласить такого человека, как ты, который сочетает в себе вот эти уникальные качества. С одной стороны, довольно успешную, большую корпоративную карьеру в финансах, и в то же время такой креативный проект «Ливинг Вега». Расскажи, пожалуйста, нам об этом. Знаете, с чего начинать? Закончил университет в Америке, как-то стандартно оказался на Волл-стрит. Стандартно, потому что хотелось познать мир финансов. Это мечта, да? Каждый финансист оказался в Волл-стрит. Ну и, соответственно, окунулся в такую стандартную жесткую программу молодого банкира. Два года не выходил из офиса. И что же с подвигом? Да, вот такой пруть от Волл-стрит к Москве, к проектам. То есть это, кажется, такой необыкновенный длинный путь. Что послужило вот этим толчком? Очень приятно, когда ты можешь делать помимо чего-то финансового, как зарабатывание денег, что еще полезное. Однозначно. На какой-то момент, то есть работая с компанией, ты начинаешь быстро понимать разные индустрии и довольно быстро их чувствовать. Во всем мире, ну и, мне кажется, не во всем мире, а вообще в целом, человек начинает задумываться о своем потреблении довольно быстро. Тут ничего нового не было придумано, просто если посмотреть на Америку или на Европу, это немножко уже 10 лет назад началось. Соответственно, Лим Вега – это блог о здоровой жизни, притом это не какая-то эскетичная история, то есть это довольно здоровой, полноценной, нормальной жизни. И параллельно, то есть энное количество тем на то, что потихонечку приоткрываем глаза читателю или зрителю, потому что есть Инстаграм, есть Фейсбук, читают, здесь смотрят. А приоткрываем глаза людям на какие-то повседневные заблуждения, которые могут они делать в своей жизни. То есть, не знаю, плодовая химия, чем мы пользуемся, что в этом. Полезно ли пить… То есть, что мы себе кладем в рот, да, что мы себе мачем на руки, чем мы брызгаем свои волосы. Полезно ли летать или не полезно летать. Какие-то такие вот вещи, о которых мы просто не задумываемся. У нас там, грубо говоря, 50 тем. Но из этого состоит наша жизнь, да, поэтому это безумно важно. Абсолютно. То есть какие-то повседневные, такие очень базовые вещи. Параллельно, конечно, есть магазин, сейчас это онлайн, со временем он будет оффлайн, появятся какие-то физические точки, где просто вот вся та, скажем так, весь тот товар, который нам нравится, мы отбираем, сертифицируем, привозим сюда, мы просто будем его представлять более открытой. То есть это как такой интернет-ресурс, где ты читаешь какую-то полезную информацию себе, черпаешь. Довольно быстро такую усваиваемую, потому что мы понимаем, что люди заняты, у нас у всех немножко времени. И параллельно, конечно, у тебя есть интернет-магазин, где сертифицированная, нами привезенная, отобранная, хорошая такая вот продукция. Ну, однозначно, правда, Андрей, да, вот учитывая занятость людей, я вот по себе знаю и так далее, очень важно, чтобы вот кто-то отобрал за тебя, кому ты доверяешь, помог в этом всем разобраться, потому что количество информации на тебя идет бесконечно. Вот, да, имея маленьких детей, имея карьеру, постоянно путешествуя, ты окружен этими всеми продуктами, иногда даже не знаешь, что выбрать. Это ты спрашиваешь, как правило, меня, да, спрашивают друзей, может быть, да, иногда нужно почитать об этом. Вот есть ли какой-то ресурс, который действительно можно доверять, это совершенно здорово. Ну, знаете, ко всему еще такая, ну, собственная польза, потому что, когда у меня родилась маленькая дочка. Сколько вашей дочке? Вот сейчас ей, скоро будет шесть. Шесть лет, да. С рождением ребенка ты начинаешь просто думать, а чем я мою ребенка, грубо говоря, что в этом шампуне. Переворачиваешься, понимаешь, что там, каковы, какое-то прям огромное, там, эннострочное. Список химикатов и страшно становится, да. Какие-то названия, которые вообще не понимаешь, их там на 15 строчек мелким шрифтом. Думаешь, как бы, все ли они полезны, и что ли за этим запахом стоит? Прямо ли. Соответственно, начинаешь как-то постепенно, потому что я часто летаю между Америкой и Москвой. В Америке откажешься для себя какие-то бренды, понимаешь, там, превращаешься, там, там, две-три строчки. Все понятно. Когда мы начали, уже как бы углубились в проект, начали сами сертифицировать, то, вот, как бы, у нас же довольно жесткий... То есть вы сертифицируете продукцию? Сами сертифицируем. Полезна ли она, вредна ли она, да, что она дает? Нет, это госрегистрация, госсертификация. Поняла. То, что ты должен делать, или то, чтобы продавать в стране официально. Мы сертифицируем сами энное количество, там, марок. И когда тебе лаборатория, которая сертифицирует, обычная, там, гослаборатория, которая просто должна сертифицировать товар, говорит, ребят, классная вещь. Здесь реально то, что сказано, и вот ничего такого чувства мы не сертифицировали последние 10 лет. То есть вы вот это вот промежуточное звено, да, между потребителем и продуктом, и государством, скажем так, да, которое говорит потребителю, что да, вы в это можете верить, и в то же время соответствуете вот этим государственным требованиям. Ну, это вот мы для себя открываем. То есть есть госорган, есть тот, кто хочет это все дело привезти, ты должен взять на себя определенные функции, это все для того, чтобы растаможить, для того, чтобы привезти и сертифицировать, должен продавать, должен сертифицировать. Соответственно. Слушай, ну это действительно потрясающе интересно, звучит как огромный проект, действительно, который ты ведешь. И в то же время, да, ты сказал, что у тебя такая серьезная банковская карьера. Скажи мне, вот что тебе помогает это совмещать? Потому что зачастую люди думают, я могу быть только или в корпоративе, или я могу вести какие-то предпринимательские проекты, стартапы. Скажи мне, что тебе позволило расширить вот этот горизонт? Знаете, наверное, основной такой драйвер, один из основных драйверов, это какая-то самореализация, потому что есть финансовая работа, она довольно сухая. Здесь хочется как-то, может быть, совершенствоваться или тешить свои амбиции. Я думаю, я не единственный, то есть спитывает подобные вещи. У меня есть энное количество коллег по финансовому цеху, у которых есть какие-то свои амбиции, свои начинания, или уже более успешные компании, которые завоевали свои места на рынке и существуют. А в плане, конечно, сочетания всего, я считаю, что основное – это строить команду. Один в поле абсолютно не воин, я вижу себя, может быть, как такой основатель с каким-то капиталом и видением команды. Что помогает создавать эту команду? Знаете, я верю в то, что мы все уникальны, нет, в принципе, плохих людей, просто есть человек, который не подходит под свое место, под свою работу. Я считаю, основное – это как бы… Я согласна, да? Правда же? Найти себя. Найти себя. Ключик и замочек, да? Абсолютно. И каким образом можно найти себя и других? Ну, найти себя – это вообще такой философский вопрос. Я думаю, мы сейчас надолго уйдем. Мы этим занимаемся в коучинге, да, Андрей? И ищем себя. Да, уйдем как бы в другие… Как ты находишь этих людей? Ну, знаете, как в любой компании есть энное количество функционалов. То есть, есть люди, кто общается с клиентами, то есть, сейлс, продажи, развитие компании. Есть люди, например, юристы, финансисты, как бы «бэк офис», который склад, чтобы не было воровства, что очень важно. Потому что я считаю, что если ты не контролируешь каждую копейку в бизнесе, он будет, ну, по-любому убыточный, потому что это как дело принципа. То есть, это не твое персональное, это как вот есть компания, она должна контролировать каждую копейку. Ну, да. То есть, есть люди, которым удобно быть на передовых и общаться. Как-то идти вперед, может быть, идти на ощупь, прокладывая путь, предлагать какие-то решения. Есть люди, которым более комфортно сидеть за партой, сидеть за экраном. Соответственно, главное, опять же… Понять, кто есть кто. Понять, кто есть кто. И из этих людей дать им то, что нужно. Чем он мотивируется? Ну, я, конечно, тебе скажу, Андрей, когда мы в коучинге занимаемся всеми этими инструментами, ассессментами, то есть, это, в общем-то, то, что мы пытаемся определить, правильно? У кого энергия от общения, от людей, вот как у меня, например, да? А у кого-то… Заметно? А у кого-то от разработки процессов, очень такой аналитической работы, да? И так далее. Согласен, и как это можно определить? Вот как по опыту делать? Вот как ты, да. Мы определяем это с помощью опросников, инструментов психологических. А вот как определяешь это ты? Это такой, в общем, для меня это интересно. И я вижу, что вот первая часть нашей передачи подходит к концу. В общем-то, и если вот мы могли продолжить на эту тему, потому что, я думаю, ты знаешь, это волнует каждого лидера, каждого руководителя. Как мотивировать? Как подбирать? Вот если бы мы получили ответ на этот вопрос, потому что ты явно успешен в подборе как и в корпоративе, да? Так и в малом бизнесе. И, вернее, даже уже не в малом, уже, наверное, в среднем бизнесе, но в своем бизнесе. Ну, в растущем. Да, не в растущем бизнесе, если правильно это назвать. И вот это, конечно, очень-очень интересно. Как же это? Как сочетать и как подбирать? Сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза, и после этого, я надеюсь, мы об этом услышим. Спасибо огромное. Друзья, рекламная пауза. Дорогие телезрители, и опять здравствуйте. Добро пожаловать в передачу про коучинг, лидер, мотивация, результаты. С вами в студии Яна Блаквалдер и Андрей Балачекин. И наш гость, банкир «Кредит Свис» и основатель проекта «Ливинг Вега» Макс Кушнер. Еще раз здравствуйте. «Ливинг Вега» – это магазин чистой косметики и лайфстайл-блог. Это проект про осознанное отношение к жизни. В средствах, которые предлагает «Ливинг Вега», нет следов промышленной химии. Все товары были тщательно отобраны из сотни других. Большинство из них производится вручную. Косметика и продукты привозятся со всего мира и доставляются по всей России. Мало просто предложить хороший, приятный, чистый и безвредный товар. Нужно еще и рассказать, как минимизировать отрицательное воздействие современного мира на организм жителя большого города. Первобытные люди оставили нам пещерную живопись, шумеры – письменность, китайцы писали тексты на панцирях черепах. Современные технологии помогли создать блок о красоте, здоровье, жизни, гармонии и свободе. Наш девиз – «One less no more». Как же ты подбираешь, как же ты мотивируешь? Вы знаете, ну, я думаю, что у тех, кто занимается профессионально, есть, конечно же, энное количество таких лайфхаков или каких-то удобных процессов. У нас они, безусловно, есть, правда, и мы постоянно этим занимаемся. Но всегда очень важно услышать еще от практиков, знаешь, как это делают другие. Потому что я предполагаю, что ты адаптировал некоторые теоретические инструменты, которые ты, может, в бизнес-школе изучал, и так далее. А не пропустил через себя и уже в жизнь пустил. Что работает у тебя? Как в корпорации, если это разница, так и в твоем бизнесе. Знаете, вопрос нетривиальный. И, как обычно, часто бывает, к сожалению, нет такого прямого попадания в точку. Часто ты смотришь на одного человека, берешь его на работу, например, в сейлза. Потому что он очень коммуникативный. У меня вообще есть такой пример прямо сейчас. Теоретий человек как на развитие, потому что он буквально, вот видно, что со всеми, не боясь, разговаривает легко, плотно. Профи-сейлз. Ну да, понятно. Оказался абсолютно в деле такой, не буду говорить мужчина-женщина, сейчас разбрасывается, не контролируется, не делает процесс. Но ему очень комфортно, когда даешь ему там задание, вот сделай это, он скрупулезно вычитывает, выписывает, готовит презентацию. Оказывается, как бы немножечко не то. Ты думаешь, человек очень хорошо общается, коммуницирует. То есть фасад, я слышу, и в то же время то, что внутри здания, скажем так, находится. Это оказалось не совсем одно и то же. Абсолютно. Обманчиво было первое впечатление. В данном случае есть смысл его мотивировать на достижение, где-то помогать, или все-таки давать ему новое направление. Да, вот как ты этот вопрос решил? Методом тыка мы пришли к тому, что ставив ему задачи, и как, знаете, как лошадь, одеваешь ему вот такие вот шоры, и говоришь, вот туда, по стороне смотри. Работает. Ну, соответственно, к сожалению, думали о том, что человек будет, лидером будет тянуть за свою команду. На данном этапе не готов. Ну, понятно. Человек хороший. То есть ты от этого человека не избавляешься, но ты постепенно, работая с ним, перевел туда, где он наиболее силен, где действительно может дать результат для команды, да, и для твоего бизнеса. Да, абсолютно. Скажи мне, а вот разница есть даже между корпоративом, да, большой корпорацией, вот как ты там работаешь, мотивируешь свою команду, и в своем бизнесе есть разница для тебя? Знаете, ну, базовые факторы, может, профиль работы другой, но базовые факторы такие же. То есть, зачастую же, мы же не работаем, ради денег только. Деньги, там, номер два, номер три. Я нет, а ты? Ну, не только. Все, знаешь, понятно, мир, мир, было бы неплохо, Мир, не совершенен, но всем нужно корректировать детей, семью. Это чем мы здесь занимаемся, к совершенству мира ведем. Ты сказал эти факторы, вот какие они, мог бы ты сказать? То есть, если, ну, деньги, ты сказал, номер два, три, а что больше мотивирует людей в твоем случае? Горение идеи, умение, мне кажется, зажечь в тех, кто с тобой работает, какое-то видение, поставить цели, куда мы идем, куда мы движемся, где мы сейчас, куда мы придем. Есть люди, микроменеджеры, я немного не микроменеджер, мне нравится, вот, вот, мы будем там, как мы придем. То есть, то, что называется visionary. Компетентное. Да, давайте вместе, как бы, каждый. И, я считаю, очень важно самому не зашуриваться и не костенеть. Слушай, ну, он интересно вообще говорит, как про коучинг, да? Выставляем цели, да? Как их добиваться? Причем, цели, я так слышу, значимые, и значимые для этих людей, так и для всей компании. Ты их зажигаешь. Ну, наверное, это идет от лидера. Да, это идет, в общем-то. А вот вопрос такой, о план действий, как туда, вот в ту идею, куда попасть. Они делают, или ты делаешь этот план действий? Знаете, это диалог. То есть, садишься с человеком, ну, люди понимают, виднее компании, куда мы идем, куда мы хотим прийти. Понимают, если ты им об этом хорошо рассказываешь. То есть, здесь твои коммуникативные способности, наверное, изначально, да, важны. Разговаривать надо. Да, разговаривать надо. То есть, ты как бы им поставил цель, а дальше у вас начался диалог, да? Мы все умные. Мы все, у нас у всех как бы хорошо работает голова. В общем, да. В правильном управлении. Поэтому зачастую, вместо того, чтобы быть жестким, автократичным, очень приятно, когда люди сами подключаются, когда у них работает голова, и ты как-то вот зажигаешь этот огонь, говоришь, слушай, вот мы хотим быть там, твое ведь никакое. даже может у тебя как бы в процессе общения с этим человеком ты сам для себя, как правило, черпнешь очень много полезного и нового. Безусловно. Знаешь, что для меня здесь уникально, да, что он рассказывает, что он сам того, как бы зная и не зная, использует коучинг, да, чистой воды, когда ты задаешь с помощью вопроса, мотивируешь, развиваешь все это, да, вот, как, что ты видишь здесь. Да, я согласен. У меня момент такой хотелось бы прояснить для себя тоже. Ты говоришь, что у тебя есть люди, которые очень коммуникативны, но ты на них вынужден шоу радио, да? Не все, несколько человек. То есть, в зависимости от этого человека, вы с ним вместе приходите к этому решению, как он будет двигаться, как он будет помогать команде, или у тебя больше там, вот, у тебя не получилось, теперь твоя такая вот строгая линия к льям. Знаете, что с людьми просто нужно работать. И я считаю, что никогда нельзя, грубо говоря, делать какие-то непредсказуемые поступки. То есть, ты должен человеку приставить перспективу, но в то же время, то есть, все-таки работа, есть работа, прекрасно, когда команда живет, дышит. Однозначно. Но все-таки ты работай, на работе должно быть определено рабочее. То есть, это не панибратство, это какая-то близость и там, такты, этика. Такой здоровый, продуктивный дух, получаем удовольствие от общения с друг другом. Тем не менее, наша основная цель это дело и результат. То есть, в общем-то, по-другому никак. если ты приходишь к пониманию со временем, что человек как бы не вписывается, я считаю, что не нужно сразу избавляться от человека и говорить, что извини, не получилось. ты даешь время, ты даешь время, если тебе терпение нужно здесь, это человеческое терпение, безусловно. Терпение и выдержка. Ты как бы стараешься, да, бывают такие случаи, к сожалению, бывают, когда либо человек просто плохой не подходит, ему не нравится, не интересно, его уже мотивируешь деньгами, абсолютно. И он портит коллектив, потому что он настраивает коллектив против, ну, есть такие люди. Либо зачастую бывает, человек перерастает в тебя. Это тоже бывает. Ну, то есть, не тебя, а... ты знаешь, да, и как ты, что ты с этим делаешь? Потому что это очень интересный момент ты затронул, когда действительно один из членов команды ты вдруг понимаешь, он тебя перерастает или вот-вот перерастет. Что дальше? Даже не дождь, если ты видишь, что кто-то вот такой яркий самородок, вот в моем опыте эти вот люди, ты берешь как молодого человека, мальчика или девочку, как вот кусок глины, ты его лепишь, лепишь, лепишь тесто, и вдруг получается, это просто видишь, как бы человек зажегся, глаза горят, он автономен, то есть, ты стараешься ему как бы вот как можно больше дать полномочий и толкать его вперед. То, что вот по-английски называют empower, да, дать ему силу, эту власть, исполнить то, что он хочет и горит. А ты направляешься своей... Есть люди, которые, конечно же, на какой-то момент вот такая вот цепь коммуникации или можно такой вот бонд, он нарушается, ты понимаешь, что человек как бы, ну все, как-то вот что-то произошло, он или перерос, или ему стало неинтересно, не надо держать. Во-первых, святое место пустое не бывает, найдется кто-то другой. Особенно в Москве, я так предполагаю. Хороших людей найти как бы тяжело, и очень приятно, когда вот те люди, кто рядом с тобой, они как-то покупают какую-то там себе, не знаю, делают какие-то инвестиции, грубо говоря. Это приятно. они чувствуют определенную стабильность в своей работе, это очень здорово. Ну безусловно, да. Это даешь людям крышу и стабильное такое как бы будущее. Это очень, вот мне это очень приятно, как, не знаю, инвестору. И руководителю. И руководителю. Но если ты веришь, что человек как-то перезрел, не надо, никто в рабство не берется, отпусти человека, отпусти его хорошо. Может, он поймет. Кто знает, иногда вы потом вернетесь друг к другу в каком-то другом проекте. Правильно. Либо человек уходит, может вернуться. Я считаю, здесь тоже очень важный момент. Уходить нужно красиво. Никогда нельзя. То есть отпускать красиво и уходить красиво. и то, и то. То есть процесс, процесс здесь очень важен. Ты вот сказал про взаимоотношения, что иногда человек по разным причинам портится или взаимоотношения портятся, которые мешают достижению результата. Каким образом ты работаешь с такими ситуациями? Коммуникации. Я считаю, что очень важно не бояться разговаривать. И есть неприятные разговоры. Они, тем не менее, имеют место быть. И не нужно бояться с человеком. Прямо ему говорить. Не лукавить. Не строить... Как взрослый со взрослым. Да? И честный взрослый с честным взрослым уважает друг друга. Слушай, ну вообще-то, конечно, все безумно интересно и полезно, безусловно. Правда? И тем, кто и в корпорациях работает, и тем, кто строит новые бизнесы, новые предприятия. И, в общем-то, как бы, наверное, может быть, где-то завершая наш разговор уже, вот выводы. Потому что я знаю, многие из наших телезрителей хотят, что же я практически могу взять для себя. Да, вот какой урок я хочу, я хочу создать это новое дело, хочу построить эту команду. Если выделить там, например... Как мне это сделать? Вот с чего, ты думаешь, они должны начинать? Какие-то три вещи, если взять, вот чтобы как раз, два, три. О чем бы это хотелось сказать? Итак, как ты думаешь начинать и начинать? Как правило, все занимает два-три раза дольше и стоит в два-три раза дороже. Это очень важно понимать. Есть такое... Ой, это точно. К сожалению. Ты сам с собой ведешь некий диалог и говоришь, сейчас. Сейчас тебе будет. Напиши себе вот это сейчас, потом умножь на два или на три. На три даже, наверное. И сделай как бы в два-три раза дороже. Сейчас всех отпугнешь. Слушай, не хочется, но ты знаешь, реальность такова. Нет, это просто реалистичность. Чтобы не было потом обидно, грубо говоря. Дальше. Идеей нужно болеть. Потому что... Что-то мне. Ну, как бы, если что-то нравится, ты должен это как бы чувствовать на себе и бороться за это. Потому что часто бывают тяжелые ситуации, тяжелые, такие вот отпугивающие. Безусловно. То есть трудности будут. Абсолютно. И к этому надо начинать настроиться. И только если ты болеешь, это проснулся ночью и думаешь об этом. Потому что как бульдог вцепился, держишься и не сдаешься. То есть нужно вот этот сделать шаг, чтобы все-таки преодолеться, а не где-то остановиться, найти причины, почему бы это не делать. Да, потому что, да, трудности будут. Да, потому что люди думают, ой, не получилось, потому что это... А здесь, я предполагаю, трудности будут, но я их выдержу, потому что я этим болею. И после того, как ты все-таки сделал этот шаг. Бывают сложности в процессе, значит, мы как бы перейдем к другому. Но важно держаться, не сдаваться. Потому что большинство, мне кажется, вот каких-то таких маленьких внутренних или внешних битв, они ведут нас в голове у нас. Соответственно, уметь себя, самого себя мотивировать и как-то какое-то видение придавать и какую-то такую, не знаю, спокойность. То есть в первую очередь самого себя держать под контролем, держать спокойно. И если такой урок для построения команды. Команда. Очень, ну, мне помогают. Садишься, берешь кусок белой бумаги и говоришь, вот функционал моей компании. Кто-то подает, кто-то считает финансы, кто-то занимается республицией, кто-то занимается, не знаю, сайтом, доставкой, и подумаешь о чем. Расчерчиваешь, пишешь функционал, понимаешь, что со временем это будет совершенствовать, ты станешь лучше, умнее, набьешь все шишки там и там. То есть первое я слышу такой стратегический организационный дизайн своего рода, да, ты садишься так, как я делаю тогда. Пускай не до конца, потому что стартап, потому что будет, как бы, и не слишком, как бы, английское слово rigid. Да, 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 да. Будь более flexible. Тем же английским словом добавим, да. То есть нужно адаптироваться, гибкость, нужна гибкость. Да, проявляй гибкость вот этого и к себе. И какую-то такую созидательность, потому что что-то будет меняться, не все будет работать. Терпи, иди к своей цели. Все нормально. Если ты веришь, держишься, она будет. Она будет. И получит удовольствие. На самом деле, очень важно не забывать, зачем мы это все делаем, потому что, как бы, кайфу. Безусловно, потому что жизнь одна. Абсолютно. Каждый день уникален. Очень важно не забывать, что как бы здесь, сейчас, то что ты делаешь. Дорогие телезрители, вы смотрели передачу про коучинг, лидер, модифация, результаты. В наших гостях был Макс Кушнер и передача Вилаяна Блаквалдер и Андрей Балачихин. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин